Здравствуйте, с вами Мириам Циммерман и видеопроект «Счастливые дети». Сегодня я хотела вам тоже рассказать о том, какая цель этого проекта. Наверное, вы тот родитель, который мечтает вырасти детей счастливыми. Да, я тоже. Вы знаете, детство — это такой период, когда можно быть счастливыми всегда и везде. Когда, например, пошел дождь, и ты можешь прыгать в лужу, когда у тебя получилось забраться высоко на дерево, или ты научился кататься на велосипеде, или выиграл шахматы у папы, или просто, когда родители в тебя верят. А вот нам, взрослым, это немножечко сложнее — увидеть счастье, быть счастливыми, так, как это могут делать дети. Мы настолько погружены в суету, которая есть в сегодняшнем мире, что нет времени остановиться, мы заняты работой, целями. А если бы мы остановились и увидели этот чудесный детский мир, где счастье есть на каждом шагу. А ведь детство — это небольшой период времени. Детство — это фундамент взрослой жизни. Если оно наполнено любовью, безусловно, любовью, вниманием, заботой, то в будущем такому человеку есть что дать миру. Любовеческая Ребе говорит, а когда мы еще будем такими беззаботными, счастливыми, с чистыми помыслами, искренними? И Ребе иногда задавал такой вопрос, а представьте себе, если бы люди приходили в мир уже взрослые и должны были быть работой, трудиться, они бы не смогли, они не были бы наполнены ресурсом, который получают дети. Поэтому цель этого проекта — наполнить мир детей ресурсом, чтобы в будущем во взрослой жизни они стали уверенными, сильными, ответственными и самостоятельными людьми. Спешу поделиться с вами очень важным моментом воспитания. В этой недельной главе рассказывается про Нооха, о том, что Ноох был праведником. Но интересно, что в прошлой главе об этом не говорится. Именно в этой главе Всевышний называет его праведником. Почему именно так? Всевышний хочет, чтобы он раскрыл свой потенциал, чтобы он смог проявить себя как праведник, потому что ему нужно было подготовиться к важной его миссии, подготовиться к потопу. Этот момент очень касается воспитания. Очень часто мы вешаем различные ярлыки нашим детям. От безобидных, например, «ты неаккуратный», «невнимательный», «грубый» или «невоспитанный» и так далее, до самых неприятных и страшных слов. И самое интересное, что эти штампы, которые мы приклеиваем, ставим нашим детям, каким-то образом оказываются, что именно так они себя и ведут. В психологии это называется эффект Пигмалиона. Суть эффекта состоит в том, что ожидание человека определяет его действия. Был проведен очень интересный эксперимент. Послушайте, пожалуйста. Учителям было сказано, что среди их учеников есть дети очень способные и совсем не способные, а в действительности между двумя группами не было никакой разницы. Однако ожидания учителей, связанные с их учениками, оказались совершенно разные. В конце учебного года было проведено анонимное тестирование и показало, что группа, которая считалась более успешными, они получили очень высокие результаты, чем те дети, которые считались неспособными, они получили очень низкие результаты. Получается, что ожидание учителей каким-то непостижимым образом повлияло на результаты детей. Очень интересно получается, что мы настолько сильно можем влиять на реальность, и мне кажется, это очень хорошая новость. Подобно, как это было с Ноохом. Всего еще назвал Нооха праведником, и Ноох показал себя именно таким, проявил себя. Рэба сказал такую фразу. Очень важно понять, кем являются дети на самом деле, а не принимать их за тех, кем они нам кажутся. Напишите, пожалуйста, в комментариях, а какими вы видите ваших детей. Спасибо большое за ваше внимание, а пока до встречи. Пока-пока.